Друзья, приветствую вас! Хочу представить вам мою давнюю-давнюю знакомую, подругу, школьную подругу, с которой мы вместе учились в Гачинской школе номер 4, где углублённо изучали экономику и английский язык. Аня, привет! Вижу, что ты уже на месте. Прекрасно! Я бы хотела начать вот с чего. Аня отличница в полном смысле этого слова. Круглая отличница. По всем предметам она всегда получала пятёрки. И не было такого предмета, который бы доставлял ей сложность. Но мне кажется, что больше всего она любила русский язык и литературу. И её школьные сочинения даже иногда зачитывали, цитировали преподаватели в качестве такого непревзойденного образца. Вот сегодня как раз-таки о книгах и о литературе, с которыми Аня связала свою жизнь с литературой, с издательством, с книгами. Вот про это мы сегодня и поговорим. Анечка, заходи. Проверим, как слышно, как видно. Привет. Да, привет. Вижу, слышу, рада. Тоже тебя слышу. Меня немного смутило твоё представление. Я прямо уже сижу вся в почестях. Ну а что? Я сказала чистую правду. Мне кажется, что стесняться тут абсолютно нечего. Мы сегодня с тобой заявили тему, да, книги, литература. Ну, ты, конечно же, не ограничена только литературой, да? Тебя много чего интересовало. Ты ходила, занималась в музыкальной школе, хорошо играла, хорошо пила. Прямо вспоминаешь мою жизнь, Катя. Конечно. Я же должна представить тебя. Потому что очень многое, к сожалению, останется за кадром, да? Ведь мы всё-таки взяли только одну тему. А ты интересующийся человек, очень многим интересующийся. Но мы специально себя сегодня ограничим. И я как раз-таки хотела тебе задать первый такой вопрос. Вот почему всё-таки книги, например, а не кино или не театр? Вопрос интересный. Кать, не знаю. Вот честно, книги как-то вот правильно ты сказала. Действительно, со школы это всё пошло-пошло. При том, что не могу сказать, что меня дома как-то приучали, прям, что нужно читать, или что у меня там родители постоянно сидели с книжкой. Просто как-то это сформировалось. Я поняла, что мне это нравится не только как школьный предмет, но и как хобби. И вообще просто время для души. Кино. Почему не кино? Почему не театр? Я не знаю, Кать. По велению сердца. Видимо, так. Да, очень интересно, потому что даже выбор твоего дальнейшего места обучения тоже был связан, соответственно, с книгами. А давай вот как раз-таки с этого момента и начнём. Будем отталкиваться от того периода, когда ты закончила, да, свой институт медиатехнологий, ты выпустилась, соответственно, с кафедры книгоиздания и книжной торговли. После этого ты устроилась в издательство, да, под названием «Вита Нова», где ты проработала литературным редактором. Вот давай вот отсюда поподробнее, потому что многие из нас, книголюбы, они совершенно ничего не понимают вообще в издательском деле. Можешь чуть-чуть нам эту кухоньку приоткрыть, рассказать, как обстоят дела? В смысле, что делает редактор, да? Да, да, что это за профессия, да, да, да. Ага, ну да, приоткрою вообще, насколько я это помню, потому что вообще-то я уже давно просиживаю дома в декрете, но всё-таки что-то ещё сохранилось. Значит, я поступила в аспирантуру после института, и пока я писала свою научную работу Альве Толстом, которая так, правда, и не состоялась. Почему нет, кстати? Ну, потому что декрет за декретом, Кать, и всё, потом энтузиазм угас. Появилось место в издательстве, и мой руководитель аспирантуры посоветовал мне направить туда ритмэл. Я это сделала, жутко дрожала, конечно. Пришла на собеседование, выдала, по-моему, всё самое ужасное, что только можно было, то есть я растерялась, и это было всё как-то очень нелепо. Но благо мой прекрасный редактор Алексей Дмитренко, он как-то, ну не знаю, может, почувствовал во мне что-то, может, просто по-людски, как бы мы оказались на одной волне. И так я стала сначала корректором, потом младшим редактором удалённо, то есть не в штате я работала, что тогда я ещё работала в военно-морском институте, ну, тоже редактором, но там особо рассказывать нечего. Где-то около, ну, полугода я работала удалённо, потом меня взяли в штат. Что делает литературный редактор, я так понимаю, да, вопрос в основном. Как это происходит? Потому что, когда говоришь... Я редактор, все говорят, а, газеты выпускаешь? Да-да-да-да, классно. Нет. Или в каком-то журнале работаешь, а возьми к тому статейку. Да, ошибки исправляешь? Я говорю, ну, как бы нет, запятые нет. Что делает литературный редактор? Он сопровождает, если можно так сказать, текст вот от самого момента, как автор его приносит, или от того момента, как автору этот текст заказывают, до того, как, собственно, книга выйдет. Ведущий редактор, он координирует вообще работу всех людей над книгой, он непосредственно сам над текстом, как правило, не работает. Он устраивает работу корректоров, редакторов, иллюстраторов, пиарщиков. То есть он просто делает, как бы, книгу как проект. Литературный редактор, он работает с текстом. То есть он помогает автору сделать текст таким, чтобы то, что автор хотел донести, было прозрачно, и никакие там легкие огрехи, или, может быть, путаница в структуре не читать или не затуманили взгляд, скажем так. Чтобы задача редактора помочь автору сделать свой текст таким, каким он его хочет видеть, да? То есть эта работа... А если автор сопротивляется? Ой, это вообще, да, это отдельная тема. Автор часто сопротивляется, особенно, когда ты в 30 выглядишь на 20, и тогда вообще сопротивление очень стойкое. Ну, сейчас расскажу, наверное, немножко, да, о том, что делает редактор, а потом про сопротивление. Непосредственно редактор работает в целом с текстом, да, то есть оценивает структуру, чего хватает, чего не хватает, что лишнее, что, возможно, нужно дописать или, наоборот, убрать. Ну, это все звучит кощувственно, конечно, по отношению к автору, но это не значит, что автор говорит, так, это красной ручкой, так, все вычеркиваем, это плохо, два. Такого, конечно, нет. Это все очень, ну, тактично, да, и чтобы не обидеть человека, потому что книга – это большой труд, очень большой труд, и ты понимаешь, что это детище автора, и, ну, какое-то грубое там слово может его, конечно, очень сильно ранить. Поэтому ты просто пытаешься направить, может быть, подать какую-то идею, если, ну, свой взгляд со стороны автору представить. Когда уже в целом структура книги проработана, когда у вас уже есть, вот, скажем так, готовое тело книги, литературный редактор работает непосредственно с текстом, то есть смотрит стилистику, вообще в целом смотрит, чтобы стиль автора сохранялся планомерно по всей книге, чтобы не было случайно каких-то стилистических огрехов или сбоев, и все это прорабатывается, естественно, с автором. То есть без совета с автором литературный редактор ничего не правит, ничего, как бы, своего в текст не вносит, он не переписывает, куски никакие свои не вставляет. Когда уже текст на таком уровне проработан, потом его просматривает, ну, возможно, тот же человек или уже другой человек, младший редактор, который смотрит просто на ошибки, там, лексическую сочетаемость слов, ну, такие мелочи, которые не нуждаются в совете, тебе не нужен совет автора, ты можешь это поправить, поскольку это не меняет ни смысл, ни структуру предложений, и потом уже смотрит корректор, который делает запятые, какие-то технические моменты, там, орфограммы, и все. Звучит трудоемко. Да, это очень трудоемко, и на самом деле книга делается долго, и я считаю, что в Витанове это очень хорошо поставлено, то, что книга делается не одним человеком, потому что один человек, даже если он умеет делать все этапы подготовки книги, взгляд замыливается волей-неволей, ты после второго, третьего, четвертого прочтения, ты перестаешь видеть то, что написано, тебе автоматический взгляд выхватывает первую фразу абзаца, и дальше ты уже пропускаешь. Поэтому, мне кажется, у книги должно быть как минимум три человека, которые читают текст, чтобы выхватить не только запятые, которые на автомате, да, там мы проставляем, а чтобы какие-то более объемные вещи, смысловые, ухватить и помочь друг другу, скажем так. То есть в сотрудничестве младшего редактора, обычного редактора, и ведущего, и корректора не может быть, на мой взгляд, каких-то обид, а ты за мной дочитываешь, ты мои ошибки просматриваешь, только благодаришь того человека, который за тобой дочитывает, и говорит, вот здесь еще поправь, и ты, хвала небесам, он это заметил. Вот, то есть, да, подготовка книги – очень такой многоступенчатый процесс. А была какая-то у тебя спецификация в том плане, были ли, допустим, те жанры, которые ты принципиально не брала на редактуру? Ну, дело в том, что в издательстве я доросла только до младшего редактора, сейчас с коронавирусом вообще все карты спутались, когда я хотела возвратиться после двух декретов. Конечно, учитывая, что семь лет меня там не было, я надеялась за это время, конечно, как-то дорасти до обычного редактора. Младший редактор, он, как правило, не выбирает, я это буду, я это не буду. То есть, тебе дают текст, если ты чувствуешь, что ты по каким-то своим возможностям, допустим, ты не чувствуешь себя подготовленным на эту тему, или никогда это не делал, то, естественно, ты говоришь, ребята, я здесь могу оплошать. Тогда либо передают книгу другому человеку, ну, либо, если тебе готов, знающий человек, помочь, то, скорее всего, тебе помогут, чтобы в будущем ты уже справлялся с такими моментами. Поэтому я не выбирала, я с радостью брала все, что мне давали, это было очень интересно. Основная моя работа была литературное редактирование жанра биографий, жизнеописаний, воспоминаний, и была художественная литература, немного я правила, и была редактура научного аппарата книги, то есть это комментарии, примечания, указатели, сопроводительные статьи, как правило, вот это я делала. Один раз, и, наверное, это моя одна из любимых книг, у меня был опыт работы с оригиналом статей, там были, к счастью, на английском статье, я поняла их, и я занималась литературным редактированием вместе со сверкой с оригиналом. Это было очень трудоемко, но это было вообще так результативно, мне так понравилось, и у нас был классный альбом иллюстраций, по сути, моя первая большая работа в издательстве. Какие-то известные авторы тебе попадались под редактуру? Да, попадались. Это были книга «Крещенные крестами» Эдуарда Кочергина и «Ангелова кукла». Одно время они были достаточно популярны. Я забыла, в каком театре, к сожалению, он работает декоратором, по-моему. Я могу здесь наврать. Ну, это был его первый. Мы потом проверим. Так, проверьте, да, не в обиду ни в коем случае автору. Это были рассказы, это две книги рассказов, и я редактировала, да, несколько из них. Прям вот мне посчастливилось делать там литературную правку, ну, поскольку у автора очень такой отработанный, хороший стиль, то там не было много работы. И тем же сложнее то, что когда текст плохой, ты его прям прорабатываешь абзац за абзацом. Когда текст хороший, ты можешь расслабиться и не заметить, да, какие-то моменты. Ну, это было прям очень ответственно и интересно. Ещё был текст Шемякина, Михаила Шемякина, который сделал памятник Петру. Да, это тоже моя большая удача. Я очень благодарна саморедактору, что он мне это доверил. Но Михаилу Шемякину, ему было очень важно сохранить аутентичность своего текста. И он... Не могу сказать, что мы делали прям большую правку. Текст был такой, ну, воспоминание, да, о его дружбе с Высоцким. То есть это не был художественный текст, художественный вымысел. Это была скорее такая публицистика. Там мы очень мало чего правили для того, чтобы сохранить, опять же, такой индивидуальный стиль. И поэтому там была такая тонкая работа, чтобы не, как сказать, достигнуть компромисса с автором, какие-то места действительно поправить для того, чтобы книга не проиграла, а только выиграла. Но это было достаточно трудно, потому что ещё автор... Извините, у меня сейчас тут присоединится ребёнок. Мы рады, приветствую. Ничего, Антош. Ещё затруднение было в том, что автор за границей живёт, и поэтому, по-моему... Он сейчас ведь во Франции, да-да-да. Во Франции, да-да-да. И поэтому это затруднялось немножко. Всё-то нужно было общение через почту, и невозможно было позвонить и как-то выяснить всё. Ну вот, да, был такой опыт, и мне кажется, это очень классно. Супер! Вот это, да, действительно прикоснулось, да, практически к великому, к великому. Да, к великому и прекрасному, да. Да, а вот хорошо, а в случае, когда книжки были, ну, скажем, не очень интересными, это всё просто тогда было какой-то технической работой, и ты абстрагировалась от интереса и просто делала правку в соответствии с правилами, скажем так? Не очень интересными для меня ты имеешь в виду, да? Да, для тебя лично, да. Во многих случаях для меня не очень интересны прям подробные жизнеописания, когда идёт прям в такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года, там, поехал в Ясную Поляну, поговорил с тремя крестьянами, это, конечно, утомляет, да? Ударил кошку, много ел, да, знаю, какой-то толстой. Да, шалафу, ленился, спал. Но, да, в таких случаях нужно просто, ну, абстрагироваться, вот как я сейчас пытаюсь, вот от этого абстрагироваться, что происходит. Просто, да, абстрагируешься, ещё помогает на эту тему читать что-то дополнительное, там, тот же Google или что-то, чтобы, ну, как-то больше въехать в тему и заинтересоваться как-то этим. Хотя у меня был случай, когда начиналось вроде бы всё достаточно скучно для меня, я редактировала очень классный сопроводительный комментарий к Москве Петушкам Ерофеевым. И он написал... Это было какое-то переиздание? Это было переиздание очень интересное с иллюстрациями Голубева. Я вообще... Лилюш, не надо, пожалуйста, иди с папой почитай. Хороший комментарий, почитай. Да, но папа книжкой махал, но что-то не трюлю пока. Это было очень интересно, потому что я думала, что нельзя эту книгу иллюстрировать. Мне казалось, это невозможно. Но когда я увидела иллюстрации Голубева, они сделаны в таком интересном стиле, как будто бы на листах блокнота, размытой акварелью. Очень интересно. И к этой книге выходил комментарий Алексея Плуцера-Сарно. Это такой известный филолог, он специалист по русскому мату современному. Ну, соответственно, Москва Петушки к этому располагает. И я сначала думаю, боже, ну что такое? В институте мы читали, и у меня не пошло тогда вообще никак. Ну, прочитала поскольку надо, но как-то не прониклась. И тут мне достается эта книга. Я думаю, еще эти комментарии, Плуцера-Сарно, да что ж мне делать? И как-то постепенно, постепенно я вчиталась, и в результате это превратилось прямо в одну из самых вдохновивших меня работ. То есть, бывает поначалу скучно, а потом как-то для тебя открывается по-новому книга. Вот так у меня с Ерофеевым произошло. И с тех пор я так заинтересовалась с Ерофеевым. Я купила прямо несколько изданий и поэмы, и о нем, и его жена о нем пишет. И, в общем, у нас еще выходила его биография, мне тоже посчастливилось ее редактировать. Так что не всегда то, что скучно, остается скучным. Тоже, тоже на заметочку, тоже великий, да. Скажи, пожалуйста, а ты не сталкивалась с таким ощущением эмоционального выгорания от работы? И вот в тот момент, когда ты редактировала и была полностью погружена в процесс, вообще оставалось ли желание и возможность читать что-то параллельно для себя? Ну, выгорание, конечно, есть, как и везде. Особенно, когда ты, ну, немножко уже расслабляешься, да, потому что первый год я работала очень так напряженно, я очень переживала, потому что Витаново издательство моей мечты, и там очень небольшой штат, и я очень надеялась там задержаться, что, собственно, слава богу, и произошло. Потом, когда ты уже, ну, немножко позволяешь себе как-то, ну, отпустить внутреннюю ситуацию, принять, что да, ты там работаешь, работаешь, конечно, происходит немножко такое, что один текст становится похожим на другой, и тебе как-то так уже немножко все равно. Но в этом спасало то, что не всегда работа редактора однообразна, то есть это не всегда текст. Часто я ездила в архивы, заказывала там какие-то документы, фотографии, то, что нужно было для книг. И когда ты два дня в архиве, два дня в библиотеке, то потом уже как бы не против и саму книгу почитать. То есть, ну, как правило, если ты на одной книге выгорел, то следующая может тебя спасти, потому что она, ну, естественно, просто будет другая. А читать параллельно, это тоже помогает не выгореть. То есть, да, я читала параллельно. Ты читаешь там до шести свою рукопись, а потом ты откладываешь и погружаешься в художку, где тебе не надо думать, так, эта дата точно соответствует, проверить инициалы автора. Это просто совершенно разные сферы, и, как правило, если я редактировала книжку не художественную, то я читала художку. Если я редактировала художку, то я читала нонфикшн. Ну, вот как-то так. Ну, Катя, не было особенно времени выгореть, потому что у меня... Да. Подошёл другой вагон, как говорится. Поняла. Хорошо. А вот теперь не про работу, а про твои личные предпочтения. Вот что ты любишь читать? Каких авторов, какие жанры, какие стили? Есть ли то, что ты вообще никогда не будешь читать, не прикоснёшься? Ну, во-первых, я не зарекаю, что я прям никогда не буду читать. Я думала, что я Ерофеева никогда не полюблю. На данный момент я совершенно мимо фэнтези, совершенно мимо книг, которые, ну, скажем так, массовой культуры, да, ну, это что-то лёгкое, типа там детективы, какие-то романы, они существуют как явление, ну, какой-то просто бытовой жизни, какой-то культуры, какого-то определённого слоя. Ну, меня это на данный момент не интересует. Возможно, когда-то я к этому и приду. Я совершенно мимо всяких, как это называется, фанфики или что-то, когда один герой переходит уже в творчество людей, которые, скажем так, не обладают особым литературным талантом, и продолжается вот это всё. Мне это неинтересно. Интересна мне проза. Я не очень люблю читать там поэзию или что-то там, не знаю, ритмизованные тексты. Интересна проза, и в основном это реализм, постмодернизм, и сейчас уже я на днях узнала, что есть уже даже неопостмодернизм, то есть прям современная-современная-современная литература с какими-то новыми приёмами. То есть мне интересно, всё, что происходит, ну, вообще может произойти с реальными людьми. Когда там какие-то отношения, проживание травмы, там, не знаю, наследование каких-то привычек описывается. Ну, вот что-то такое. Из авторов я как ни банально люблю Толстого, ничего с этим не могу поделать, действительно его люблю. И часто читаю, ну, перечитываю какие-то его маленькие вещи. Конечно, Анну Корейну или там «Войну и мир» я не сажусь там каждый год, ну-ка, перелесну. Нет. Какие-то маленькие вещи, да, я часто как-то к ним обращаюсь, особенно там его размышления о философии, религии, вот то, чем он, в принципе, уже к концу жизни интересовался. Это прям вот как-то всегда мне, оказывается, созвучно. Из современных авторов я очень люблю. Из русских Алексея Слоповского, он прям тоже, мне кажется, очень глубокий писатель, но пишет очень смешно, с юмором. Из зарубежных, не могу сказать, что я прям вот какого-то автора там на автомате всегда покупаю и читаю. Я, как правило, слежу, что выходит, и решаю, что я буду читать, что не буду. Ну, из последних таких ярких книжек, наверное, «Маленькая жизнь», которую прочитали, по-моему, уже все, и «Благоволительницы» Литтла, которая тоже, по-моему, прогремела в одиннадцатом году, но я очнулась и только в том году её прочитала. А как ты определяешь, какой писатель действительно достойный и какая книга станет великой, например? Вот при прочтении ты понимаешь, что кто-то станет классикой, кто-то уйдет в забвение? Вот есть какие-то такие ощущения при прочтении книг? Ну, слушай, Катя, я даже не ставлю таких прогнозов так, это станет классикой, потому что, мне кажется, сейчас вообще у нас такой поток литературы, не только в России, но нам доступна литература со всего мира, со всех стран, поэтому мы не можем сказать, что там, ну, я не могу сказать, да, что там через какое-то время не будет забыто. Когда-то там, не знаю, угремевшие авторы сегодня уже не особо-то кому-то интересно, хотя они действительно там очень великие, какие-то зарубежные авторы, которых сейчас там, ну, я не знаю, там, Борис Виан, кто его знает? Ну, реально. А хотя, мне кажется, великий писатель. Или там, Юкио Миссима. Ну, кто его на фоне мураками помнит? Ну, никто. Ну, или единицы, да? Я не пытаюсь читать только то, что великое, или то, что там войдет в историю. Я просто определяю, ну, путем, просто пробы. Сначала я читаю описание, и, ну, как правило, если, говорится, там, гном какого-нибудь там третьего поколения отправляется для того, чтобы убить наследника. Ну, так, все понятно, не мимо. Или там провинциалка Алина приезжает в столицу, чтобы там выйти замуж за бизнесмена. Так, все, тоже мимо. Если я читаю какое-то более-менее пристойное описание, я, конечно, еще всегда смотрю, что пишут там блогеры, ну, мнению которых я доверяю, там, интересуюсь. Что пишет там критика и журналы, или там медиа, типа Горький, Медуза, вот такое. Если все это в целом меня заинтересовывает, я книгу покупаю или, там, в библиотеки беру. Но, опять же, через, там, несколько страниц, там, десятков, ты уже понимаешь, будешь ты читать или нет. Часто бывают и ошибки, и я откладываю. Я научилась, наконец-то, бросать книги и не дочитывать, если они мне не нравятся. А, кстати, каким критикам ты доверяешь? Вот раньше, понятно, да, был Белинский. А я даже, честно, не знаю, есть ли такой в России современный критик, которому можно довериться? Есть? Можешь кого-то порекомендовать? Для меня есть, да. Для меня это, однозначно, Галина Юзифович, дочери, не для Юзифовича. Она, во-первых, мне кажется, самый такой, ну, медийный, не в плохом смысле слова, критик. И ее мнение, не могу сказать, что прям всегда совпадает с моим, но оно всегда какое-то обоснованное, и оно всегда актуальное. То есть она очень четко отслеживает, что сейчас выходит, и при этом, мне кажется, ее мнение не зависит от литературных премий, которые там сейчас вручаются. И мне нравится то, что она рекомендует, как она это делает. У нее есть свой подкаст на Медузе, называется «Книжный базар», и она там разговаривает не только о новинках, но и о том, что современная классика, если можно так сказать. Вместе с переводчиком Анастасией Завозовой. Роскошный подкаст, просто супер. А летом они говорят о кино. Там критик Антон Долин с ней ведет подкаст, тоже очень интересно. Они сравнивают литературу и кино. Еще для меня такой интересный персонаж сегодня – это Дмитрий Быков. Хотя мое мнение вообще с ним кардинально никогда не совпадает, но он настолько вдохновенно и увлеченно всегда рассказывает о своих оценках произведений. Целый курс лекций о русской классике, о советской литературе и о современной литературе. И я всегда с увлечением его слушаю. Правда, когда я читаю по его рекомендации, я понимаю, что мы читатели полярные, просто совершенно не совпадающие. Но недавно, например, я слушала лекцию «Гарри Поттер и коронавирус». Это странно, но это классно. То есть его невозможно, по-моему, не слушать. Ты такой думаешь, что он говорит, но это интересно. Или «Гарри Поттер как христианское произведение». Ну вот такие вот очень интересные, у него бывают неожиданные какие-то темы. Вот, пожалуй, эти два человека из медийных, реально известных людей для меня, в принципе, ориентир, да. Большой. Хорошо. Спасибо. Я прям записала. Ну, получается, что действительно «Медуза» собрала, правда, лучших критиков. И вот Антона Долина всегда читаю, чтобы что-то посмотреть интересное. Теперь обращу внимание на, да, Галину. Аня, скажи, пожалуйста, вот такой момент очень интересный относительно того, что там 10 лет назад пропагандировали следующую мысль, что благодаря технологиям и прогрессу люди вскоре перестанут читать какие-то длинные произведения и будут обращаться там к каким-то сайтам, где будет выписано краткое содержание произведений, и вообще в итоге придут к какому-то микрожанру. Потому что у нас формируется клиповое мышление, у нас нет времени столько читать. Вот мы с тобой тоже удивляемся, как, например, Быков, да, успевает прочитать буквально всё, что вышло. Вот как ты к этому относишься? И в дополнение к этому вопросу, да, что ждёт будущее книг писателей и длинных произведений, там, всяких сагов и так далее. Вот я так понимаю, услышала из твоего комментария, что ты покупаешь книги, да, и скорее это бумажные книги. Вот тогда расскажи, почему бумажные, например, а не электронные. Относительно того, что нас ждёт в будущем, и читаем ли мы что-то большое, почему? Мне вот сейчас чётко кажется, что чтение – это вообще удел людей за 30. Чтение для удовольствия, да, то есть я училась там, да, с литературным уклоном, поэтому я там с 20 до 30 читала, и в наше время ещё не было настолько много соцсетей, вот этого всего. Сейчас мне кажется, что люди, у которых настолько много интернета, да, им, конечно, трудно сесть и как-то на это перенастроиться. Ну, там я смотрю даже, например, по своим племянникам, которым 16 лет. Это, конечно, да, вот это пролистывание. И я сейчас, когда тоже активничаю в интернете, замечаю, что да, ты смотришь только заголовки и листаешь, и тебе трудно удержаться. Но чтение сейчас для меня – это прям отдельный такой вид времяпрепровождения. Это не источник получения информации, это расслабление, это вот такой мой культурный досуг. Это вообще то, чего я, бывает, жду прям целый день, когда я вечером сяду и почитаю. Когда ты хочешь получить какую-то краткую информацию, да, что происходит сейчас там в литературе или среди твоих друзей, ты листаешь, просто свайпаешь. А когда ты хочешь погрузиться в какой-то отдельный мир, конечно, ты берёшь книгу, по крайней мере, я. И замечаю сейчас, что многие мои знакомые, которым тоже там уже вот сейчас 30 с небольшим, они начинают как-то приходить к тому, что книга – это досуг, это какое-то вот желание так провести время, а не просто чем-то себя занять и какую-то информацию получить. Да, я часто покупаю, а, на будущее что будет, честно говорю, Катя, не знаю. Меня вообще, честно говоря, шокирует Инстаграм, всё, что там происходит, я чувствую себя динозавром каким-то, когда смотрю ТикТок. И, ну, я понимаю, что мне во всё это нужно вливаться, потому что мне нужно как-то продвигать клуб, о котором, я думаю, мы потом поговорим. Ну, то есть, как бы, свою личную страницу я не веду, потому что мне как-то, ну, неинтересно. Чужие, я всё смотрю, там, комментирую, всё активно, но в своё как-то нет желания. Поскольку сейчас я занимаюсь клубом вместе там со своей подругой, то мне нужно это всё смотреть, и ТикТоки, всё это бумеранги, это всё осваивать. Для меня это всё дикость, и, ну, это очень перегружает мою голову. И когда я, там, перед сном оформляю, там, на завтра пост какой-то в Инстаграм, я потом такая, фу, всё, не могу скорее почитать. Читаю я в основном бумажную книгу, потому что я так лучше усваиваю, вот просто банально. Может быть, потому что мы не были приучены, да, изначально с чего-то другого читать, и у меня просто устают глаза. Хотя у меня есть там очки, да, чтобы читать с монитора, но всё равно я устаю. У меня есть электронная книга, Покетбук, да, по-моему, она называется. Уже давно её не доставала, куда там можно, да, накачать, это всё удобно. Но, опять же, это не бумажная. Почему? Потому что я всегда читаю и подчёркиваю. То есть я, ну, всегда порчу книжки. Если, конечно, это библиотечная, то по минимуму. А свои, да, я... Сдерживаешься. Сдерживаюсь, да. А так я достаточно, да, много порчу книжек. Я подчёркиваю себе, сюда там какие-то цитаты выписываю, ставлю там вопросы, какие-то мысли записываю на полях. И эти функции все есть и в электронной книге, да, ты можешь сделать заметку, выделить. Но, как правило, я теряюсь, когда у меня зрительно не отпечатывается страница. Да, там же просто едет текст, и он не выглядит так, как отпечатанный. И я не могу себе представить структуру книги. То есть я постоянно листаю на оглавление и ничего не понимаю. Когда это бумажная книга, я привыкла, вот у меня оглавление. Я даже зрительно, бывает, запоминаю страницы, где я что-то подчеркнула, и мне легко к ней вернуться. В электронке этого нет. Ну, и вообще, это отдельный какой-то, я не знаю, фетиш, книжка, как она пахнет, вот эти странички. Это всё мне как-то безумно нравится, и вот это прям моё. Часто читаю с телефона, конечно, там у меня тоже стоит читалка. Ну, по необходимости, когда мне нужно что-то быстро прочитать, и я понимаю, что у меня нет времени при свете дня или с лампой там сесть и книгу открыть бумажную. Когда я понимаю, что это только там во время укладки детей или что-то где-то там на площадке, тогда, да, читаю с телефона, это для меня супер неудобно, я половину не запоминаю, но в целом хотя бы осваиваю. Из-за карантин я освоила аудиокниги. Поначалу тоже вообще ничего не запоминала, для меня это было какое-то фоновое бу-бу-бу и просто снотворное. Потом как-то я втянулась и поняла, что очень многое зависит от чтеца. Если тебе читают ровным голосом, еще как-нибудь вот так с кашей там какой-то во рту, конечно, ты ничего не запомнишь. А когда даже один чтец представляет тебе как мини-спектакль разными как-то голосами, когда это еще с музыкальным сопровождением каким-то, пусть даже минимальным, это прям играет красками и такие книги хорошо запоминаются. Благо все это в интернете, как правило, помечается, что книга озвучена, там, столько-то людей и отзывы, поэтому можно выбрать. А ты лучше воспринимаешь мужские голоса, мужчин-чтецов или женщин? Ты знаешь, от текста зависит. Если подает текст от женского лица, я, конечно, хорошо воспринимаю женщину. Я, например, так слушала книгу «Прислуга», там героини, все женщины, и там читали, по-моему, три женщины. За каждую героиню разный чтец был. Тоже очень хорошо воспринималось, потому что манера говорить, да, очень, и у тебя прям ассоциируется это с каждым отдельным персонажем. Если это от мужского лица, то, конечно, я выбираю мужчину. Например, даже вот последняя книга, которую я сейчас слушаю, «Процесс Кавки», и у меня был выбор, женщина или мужчина. Я выбрала мужчину, хотя он читает не очень артистично, но все-таки. И был опыт, например, я слушала книгу «Станция на пути туда, где лучше», Бенджамина Вуда, такая новая книга, и там читали два человека, женщина и мужчина, в зависимости от частей текста. И это будет прям, по-моему, топ. Это было супер, очень запоминается хорошо. Здорово, что есть выбор, да, в современном мире, это точно. Хорошо, Анечка, вот у тебя подрастает поколение целое, да, новое, молодое, энергичное. Как ты прививаешь им любовь к книгам? И прививаешь ли вообще, и возможно ли, в принципе, кого-то научить читать, заинтересовать чтение? Вот как ты на это смотришь, как ты считаешь? Угу. Ну, одержимости такой у меня нет, хотя мой муж все время опасается, что так, хватит давить их книгами. Это не основное. Я даже ловлю себя на мысль, что я книги детские покупаю для себя вообще. Ну, мне даже не особо важно, что там написано. Я балдею от иллюстраций. Я просто помню, что там у меня были книги, ну, буквально на перечет, где были хорошие иллюстрации. Остальное, это, естественно, издание 90-х, где газета просто. И не знай-ка один вот такой в начале черно-белый, а дальше представляй, как хочешь. То есть как-то не было у меня прям такой большой библиотеки детской. Сейчас это просто лавина того, что можно детям предложить. Дети я покупаю, даже если знаю, что это уже по возрасту там прошло, чтобы просто посмотреть с ними картинки. Прям, чтобы насаждать, я не насаждаю. Я даже еще сына не научила читать, хотя ему 6. Я просто с этим, ну, не тороплюсь. Буквы выучил и ладно. То есть там слоги, вижу, что пока трудновато и, ну, как-то не хочу заставлять. Прививать любовь, ну, мне кажется, это очень условно. Это очень зависит от темперамента. Я думала, что если вот ребенку много книг купить и самому так чинно сидеть с книжечкой перед сном, то он будет, ну, воспримет этот ритуал и так и будет делать. Ну, мой старший ребенок так и делает. Возможно, просто потому, что у него темперамент такой. Ему это интересно. Он действительно сидит, сам там что-то пролистывает и читает со мной, и слушает аудиокниги. Ему это интересно. Но дочь, которая вот фигурировала тут очень активно на заднем плане, ей вообще-то по барабану. У нее другой совершенно темперамент. Ей нужно... Он такой более медлительный, более такой, ну, как бы размышляющий. Она активная, прыгать, скакать, вот такое. Соответственно, на книге она долго не задерживается. Десять минут, иллюстрация пролистала, все, убегает. То есть фоново она где-то слушает. То есть если мы читаем, то, как правило, он сидит со мной, она бегает. Ну, я думаю, что она слышит просто, потому что она потом пересказывает, да, что было. Но так сосредоточиться ей трудно. Поэтому я думаю, что если родитель хочет как-то привить, то он должен попробовать. Ну, ну, то есть покупать книги и, безусловно, читать с детьми вместе. Не просто, на, вот посмотри, да, картинки. Заинтересовывать, не знаю, читать в лицах, наверное, так. Но не питать на этот счет очень больших надежд. Потому что, как бы ты ни старался, ты же... Ребенок — это не ты, это другой человек. И даже если ты там обалдел от гадкого утенка и там прослезился на него, это не значит, что его это затронет. Вот, поэтому я просто спокойно к этому отношусь, что кто сколько может, тот столько читает. В целом, мне просто хочется, чтобы их глаза понимали, что есть искусство, там, есть искусство иллюстрации. Тогда, мне кажется, им будет как-то проще потом воспринимать и там картины, еще какие-то художественные произведения, театр. Когда глаз у тебя не замылен только, ну, только мультиком, где, как бы, графика непритязательна, да, а главное развлечение. Чтобы они просто видели разные техники. Ну, я надеюсь, что это как-то вкладывается в них. Ну, если нет, ну, ладно. Вот так. Чувствуется, что у тебя действительно огромное искреннее чувство к литературе. Это для тебя, правда, место особое, особый мир. И, мне кажется, как раз из вот этой любви родилось желание создать книжный клуб Бука, о котором я попрошу тебя отдельно рассказать всем слушателям, которые сейчас нас слушают и послушают потом. Согласи их, пожалуйста, вот в это вот, как очень важно ты заметила, безопасное пространство, где никто ни на кого не давит, не осуждает за мнение. Вообще, зачем это создавалось? Для кого это? И как вы все-таки выбираете книги, которые вы потом обсуждаете? Во-первых, я скажу, что хоть я вся такая литературная, мне очень приятно это слышать, но идея-то вообще не моя. Я человек, может быть, литературный, но достаточно безинициативный бы, что ли. То есть я боюсь каких-то новых начинаний. Мне достаточно трудно предложить какие-то свои идеи, услуги в мир. Мне кажется все время, что это никому не нужно, а нужно только моей голове. Поэтому то, что я участвую в клубе, это просто моя большая удача. Моя подруга Аня Березнева, моя соведущая, придумала это и к моему большому счастью предложила это именно мне. Аня психолог, она ведет индивидуальные консультации. Могу что-то переврать, поскольку я в этом ничего не понимаю. То есть она психолог, психотерапевт, и она ведет группы. То есть не только в индивидуальном порядке, но и занимается с группами людей. И ей пришла в голову именно идея создать вот такое безопасное пространство, где все люди могли бы отдохнуть, вот как-то уйти от того, что мы отвечаем как в школе, что кому-то что-то друг от друга надо, а просто хорошо провести время на почве книг. Это же такая прекрасная почва для разговоров. Потому что если встречаться, ну просто обсудить жизнь, ну это будет перетаскивание одеяла, кто что со своим мужем обсудил. И Аня год назад просто мне позвонила, сказала, я хочу сделать клуб, давай сделать вместе. Ну я, естественно, сначала дала по тормозам. Нет, мне было страшно, что это никому не будет нужно. То есть я боялась, что мы предложим, и не найдется желающих. И вот это чувство, что ты как-то немножко сел в лужу, оно меня страшило. Но благо Аня опытный человек, она сказала, мы прорвемся, даже если никто не отзовется, окей, это будет наш опыт, почему нет. Я тоже такая думаю, черт, 6 лет в декрете, пора что-то делать. И так вот мы сделали клуб. И он прям вот как-то сразу, мы поняли, что да, это пойдет, люди есть. Конечно, людей мало за счет того, что это Гатчина, это не Питер, не Москва. И людей, которые готовы в свой выходной прийти в какое-то незнакомое место и говорить о книгах, их, конечно, единицы. Ну, благо Зум немного расширил нашу территорию. Вот, так, мы перешли в онлайн. Да, перешли с карантином в онлайн, хотя нам казалось, что такой вот уют и безопасность, и вот такое принятие, то, в принципе, что пропагандирует наш клуб, невозможно перетащить вот в эти окошечки, когда говорящие головы что-то там вещают, переключаясь с одного на другое. Но оказалось, возможно, и мы живем очень активно в Зуме, и планируем теперь два формата оставить, и живые встречи, и в интернете. Так, я немножко утеряла нить, о чем я говорила. Как выбираете книги для разгора? Как выбираем книги. Да, это интересная тема. Тут мы много распадали, постирали себе соломки. Сначала мы поглощены идеей того, что каждый человек имеет право на высказывание, и каждый человек создает эту группу вместе с нами. Мы пытались делать как-то, ну, жребий или как. То есть у нас участники писали на бумажках название книги, которую они хотели бы обсудить, мы бросали это в какой-то там мешочек, и просто вынимали. Ну, все бы ничего, пока мы не вытащили женский роман, который мы поняли, что да, мы прочитаем, но, ребята, мы встречаемся раз в месяц, и мы сидим, мы три часа, да, этому посвящаем, мы готовимся. Каждый из нас оставляет семьи там на это время, да, потому что у нас много действительно родителей. И три часа потратить на обсуждение текста, который, в принципе, создан, ну, просто для развлечения, для того, чтобы отключиться на что-то в дороге или, ну, просто уйти как бы в какое-то пространство, но никак не связан действительно с понятием литература, на мой взгляд, да, я надеюсь, что я никого не обижу там этим высказыванием, мы поняли, что нет, так нельзя делать, потому что все, у всех интересы разные, и, конечно, в какой-то период времени тебе может подойти и такая книга, она может тебе впечатлить просто потому, что она пересечется с твоими какими-то насущными потребностями или настроениями. Но это не значит, что в ней будет глубина для обсуждения, чтобы мы не крутились просто вокруг того, как красиво описана героиня, какая красивая история любви, а чтобы мы могли действительно как-то разносторонне что-то выцепить, какие-то проблемы, которые будут созвучны всем, кто присутствует. И потом мы диктатурой, мы тоже не хотели заниматься, чтобы просто я назначала книгу и все, читаем. Потому что так, ну, тоже людям же хочется что-то свое привнести, и мы очень хотим, чтобы каждый участник что-то свое привносил. Поэтому мы делаем теперь так. В конце встречи мы обычно спрашиваем, какие есть пожелания. Назовите темы, жанры, может быть, отдельных авторов или просто в какую-то встречу у нас был запрос, мы так давно не читали ничего от лица мужчины. Давайте, чтобы главный герой был мужчина. Мы формируем тему вот такими как бы намеками, то есть мозговым штурмом формируем тему, и на основе этой темы я делаю голосование в группе ВКонтакте. В Инстаграме я пока не научилась делать голосование. Просто в комментариях пишем ответ. 5-6 книг я подбираю, которые бы отвечали этому заявленному критерию. Темы, жанра, героя, да, в зависимости от того, что мы выбрали. И я в этом плане отвечаю за то, что все книги, которые участвуют в голосовании, они дадут нам почву для обсуждения. Что бы мы ни выбрали, это не будет потраченное в пустую время. Конечно, книга может не понравиться, она может вообще никому не понравиться, и даже мне, хотя я ее предложила. Но это не значит, что разговора не будет. Разговор будет, поскольку я стараюсь выбрать действительно произведения, которые достойны обсуждения. И вот как бы в этом моя самая большая ответственность и мой самый большой страх, наверное. Потому что я каждый раз боюсь, что мне под голосованием напишут, Аня, что за макулатура вообще, когда мы что-то нормальное будем читать. Но пока, слава богу, такого не было. И, как правило, все голосуют. И очень часто бывает второй тур, потому что мнение просто все в разброс. Очень редко какая-то книга прям побеждает единолично. Как правило, переголосовываем. И вот так выбираем. Как к вам присоединиться? Вообще очень легко. К нам присоединиться можно в ВКонтакте или в Инстаграме. У нас вот странички есть. Ничего для этого не надо делать. Группы открыты, и можно просто вступить. И если сначала некомфортно, ты не знаешь, готов ли ты прийти на обсуждение, можно просто следить за пабликом, который мы стараемся достаточно оживленно вести в меру своих возможностей. И мы всегда выкладываем отчеты о встречах, чтобы люди понимали, как это проходит. Часто пишем вообще, как это бывает, что мы обсуждали, как встреча вообще, из каких пунктов, грубо говоря, она состоит. И у нас есть много участников, которые сначала наблюдали, а потом уже присоединились. Чтобы записаться на встречу, достаточно захотеть иметь выход в интернет или выход в свободное пространство, когда коронавирус отменят. Ставишь плюсик под анонсом, в котором содержится, что мы читаем и к какой дате, и все, автоматически ты приходишь. У нас клуб сейчас возвращается все-таки к платному формату. Мы долго вели бесплатно, и в начале, и во время карантина. Весь карантин у нас тоже Zoom был бесплатный. Но сейчас, поскольку Zoom платформа платная, и, конечно, за организацию тоже как бы мы вынуждены что-то брать, у нас сейчас плата 300 рублей. Но это не по предоплате, а по факту встречи. То есть нет такого, что я заплатил, не смог и деньги потерял. Если некомфортно светиться в соцсетях, не хочется, мы всегда оставляем свои телефоны. И мой, и Аня всегда открыты. Можно писать нам смс, звонить. Даже были случаи, когда просто человек звонил и говорил, что я вот вроде бы хочу участвовать, но я не понимаю, что это. Объясните. И там, в течение телефонного разговора уже принимал решение, записывается он или нет. Опять же, если ты записался и не пришел, ну, конечно, никто тебя анафеме не предаст, из группы не исключит. И, конечно, это расстраивает, потому что ты надеешься уже на определенное количество участников. Если это живая встреча, то это стол. Мы делаем там чай, кофе, какие-то вкусняшки и вообще просто рассчитываем, сколько у нас будет людей. Но если обстоятельства не сложились, ну, ждем в следующий раз. Ань, как хорошо, что твои опасения не оправдались и клубу жить, скажем так. Да, Катя, спасибо. Да, я надеюсь, что так и будет и что у нас эти два формата смогут сосуществовать, потому что на данный момент мне кажется, что Zoom более живой, чем живые встречи, потому что в Zoom у нас есть даже из других стран люди. А, конечно, на живые это только гачинцы. Ну, кто-то приезжал из района, но это, согласись, приехать из района это тоже большой поступок. Конечно, это подвиг, это подвиг. Да. Вот так вот новые технологии, интернет, видишь, постепенно отвоевывают. Да. И выбираем мы их. Окей, хотела вернуться и еще разок немножко добавить и поговорить про вот какую тему, про книги, которые, как ты считаешь, тебя, ну, может быть, сформировали слишком громко сказанно, но на тебя очень сильно повлияли или очень сильно зацепили, заставили долго думать, переживать, рекомендовать всем остальным. Вот ключевые, может быть, я не знаю, три книжки, три автора. Ну, во-первых, я плохо помню, что было до декрета, поэтому я об этом уже не могу рассказать. И потом там по учебе мне приходилось читать достаточно много, и это все так проходило каким-то фоном. Конечно, самые свежие впечатления это то, что там прочитано за последние пять лет. Чтобы я могла кому-то рекомендовать, с этим я всегда очень осторожна, потому что рекомендация – дело очень субъективное, и здесь вообще не угадаешь. Поэтому я часто говорю, меня впечатлило, кто хочет читать про это, 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 вот эта книга, но как бы на вкус и цвет. Возвращусь к любимому Льву Николаевичу, он меня просто как-то поэтапно вообще формирует. Конечно, все мы прошли там «Через войну и мир» и вот эту всю школьную программу, но где-то вот там после двадцати, когда я узнала, что есть и другой Толстой, не просто вот эти батальные сцены и как Наташа танцует, а что есть еще Толстой философ, Толстой в религии, мне стало очень интересно все, что он делал после своего духовного кризиса, который там уж в семидесятых, по-моему, годах у него был, когда он стал отказываться от своих авторских прав, писать для народа, вот это все. Мне это вообще прям как-то очень созвучно, я часто перечитываю три его повести, Крейцерова соната, «Дьявол» и «Отец Сергий». Они все затрагивают тему отношений и тему семьи и тему религии. Вот для меня это очень интересно. И сейчас буквально вот я перечитывала, наверное, осенью, и как-то опять по-новому. Там сюжеты достаточно простые, но я их уже, естественно, знаю практически наизусть, потому что действительно много раз перечитываю. Все равно каждый раз я читаю и, ну, восхищаюсь, просто восхищаюсь и слогом, и тем, как в такой простой слог заложено настолько много. То есть «Толстой» — это, ну, вот, для меня это, и я так с таким предвкушением думаю, ведь есть у «Толстого» то, что я еще не читала, я еще к этому вернусь. Вот, то есть такой столб, наверное, на котором все стоит — это «Толстой». Одно время мне нравился «Достоевский», но с ним как-то тоже не очень у меня пока сложилось. Из того, что на меня последнее время повлияло, назову, наверное, «Благоволительницы», о которых я уже говорила, Джонатана Литтла. Эту книгу мне посоветовала моя подруга, с которой мы сошлись, ну, чисто на литературных интересах. Мы познакомились на фестивале еврейской культуры. Есть и такой. В Питере проходил. Там съезжались с разных городов, и мы там изучали литературу, музыку, ну, все, что касается вот именно еврейской культуры, какой-то самобытной. Там мы познакомились, и с тех пор как-то очень, мне кажется, влияем на литературные вкусы друг друга, поддерживаем связь, хотя она в Москве. И это книга благоволительницы о офицере СС, который участвовал в карательных операциях, непосредственно в расстреле в Бабьем Яру, и потом участвовал в истреблении евреев-освенцами. Ну, это художественный вымысел, основанный на очень такой подробной исторической проработке сюжета. Почему меня это затронуло? Книга, конечно, очень тяжелая, я ее никому не рекомендую, честно скажу, потому что это прям тяжелое чтение, даже не только из-за того, что эта тема тяжелая, еще из-за того, как это написано, там очень много документальных каких-то моментов. Почему меня это захлестнуло? Потому что там очень глубокие размышления о теме, о которой я как-то никогда не задумывалась, это тема коллективной вины, и как человек, индивид проживает свою вину в контексте коллективной вины. Там идет как раз, собственно, что делает офицер СС после того, как он участвовал во всем этом, что происходит в его голове. Мне показалось, это просто самое мощное, самое громкое высказывание на тему Холокоста и на тему того, как ощущается коллективная вина при диктатуре. Мне показалось, это невероятно вообще. Литов вообще, он военный корреспондент, он написал еще книгу про Чечню. Это уже публицистика, это вообще не художественный вымысел, но я пока еще до них не добралась. И вообще он был во многих горячих точках и посвящает себя в основном вот таким темам. Что еще из свежего? Ну, да, наверное, «Маленькая жизнь», о которой я говорила, недаром она у меня так всплыла. Не могу сказать, что она прям сильно как-то меня перевернула. Вот те две книги, которые я называла, это прям вот потрясение, да, это то, что ты потом проживаешь, анализируешь, как-то очень примеряешь на себя и что-то в твоей голове происходит с твоими вообще, своими морально-нравственными устоями, да, ты вообще думаешь, немножко по-другому начинаешь смотреть на жизнь. Пусть там, да, какие-то крошечные подвижки, но что-то происходит. С книгой Янагихары о том, как молодой человек нетрадиционной сексуальной ориентации проживал травму своей юности, не буду говорить там спойлеры, мало ли кто-то не читал, я спойлер эту книгу портит однозначно. Не могу сказать, что она прям сильно меня затронула душевно, но это для меня было очень мощно в литературном плане. Мне понравилась, как книга сделана, она действительно сделана, ну, очень профессионально, и она отвечает запросам очень большого, мне кажется, спектра читателей. Ее и легко читать, и в то же время ты, если ты на это нацеливаешь взгляд, ты видишь, как из отдельных приемов, из отдельных методик складывается очень мощный текст, который тебя потрясает и глубиной, и качеством. То есть, ну, если не бояться темы ЛГБТ, темы, там, я не знаю, каких-то насилия, жестокости, хотя там все очень описано, очень щадяще, никаких там сцен прям какой-то порнографии там нет, в отличие от благоволительницы, кто хочет, можно посмотреть. Крючочек такой оставила. Да, вот. Эта книга гораздо, конечно, она более легкая, но она очень качественная, и она на слуху. То есть, если хочешь понять, что сейчас обсуждают вообще в литературе за рубежом, и у нас, то это, конечно, маленькая жизнь, такая квинтэссенция всего того, что сейчас интересует литературу. Благодарю. Хоть ты и сказала, что проза – это то, что тебе действительно интересно, а поэзию ты особо не читаешь, я напомню, что мы с тобой в школе участвовали в конкурсе чтецов, где ты заняла первое место благодаря своей великолепной декламации. Я бы хотела тебя в конце нашего эфира, если ты не против, попросить что-то нам почитать. Спасибо за комплимент моей декламации. Я могу сказать, что это была заслуга наших учителей, Кать, то, как мы действительно с чувством рассказывали, и то, что они с нами так готовились и помогали нам как-то. Я просто помню, что моя основная проблема на конкурсе чтецов была сдержать собственные эмоции. Но когда ты читаешь, Валя, Валентина, что с тобой теперь? Конечно, там у тебя просто захлёстывает тебе адреналин, и вот эти тренировки, как мы без конца прочитывали, это помогало, конечно, в какой-то момент отключиться и всё-таки делать своё дело. Согласна. Но в итоге декламировала-то ты. Да. Сейчас я далека совершенно. Далека от декламации. И меня очень такой узкий, как бы... Я очень мало знаю современной поэзии, меня она как-то не особо трогает. Вот я вижу, что Кристина, которая присутствует на эфире, пишет про финал «Возвращение в остров», который мы вместе недавно читали. Я, к сожалению, Кристина не помню наизусть этот стих, и у меня нет с собой текста. Хотя там, да, очень достойное стихотворение. Я позволю себе процитировать Ранзона. Вот я даже с собой взяла такую очаровательную книжицу. Она такая вот маленькая, и она какого-то года, девяностого. Но она с рисунками автора, вот такими наивными. Леонид Ранзон – это поэт, с которым я там же на фестивале еврейской культуры познакомилась, там же купила эту его книжку. И это, наверное, единственный поэт, который прямо вот в меня выстрелил. И я купила его в собрании сочинений, и когда мне хочется как-то медитативно посидеть и почитать стихи, я читаю только его. Прекрасно. Анечка, но у нас остается две минуты, поэтому... Две минуты? Короткий стишок сейчас... Прямо, да, прямо к делу. Да, прямо короткий. Так, сейчас, секунду, я даже себе закладочку сделала. Так, значит, стих без названия, номер 148 у меня в книге. Как хорошо в покинутых местах, покинутых людьми, но не богами, и дождь идет, и мокнет красота старинной рощи, поднятой холмами, и мы тут одни, нам люди не чета. О, что за благо выпивать в тумане. Мы тут одни, нам люди не чета. О, что за благо выпивать в тумане. Запомни путь слетевшего листа И мысль о том, что мы идем за нами Кто наградил нас, друг, такими с нами Или себя мы наградили сами Чтобы застрелиться тут, не надо ни черта Ни тяготы в душе, ни пороха в нагане Ни самого нагана Видит Бог, чтобы застрелиться тут Не надо ничего. Сразу такие образы в голове рождаются. Да, читайте Аранзона. Да, благодарю. Да, у меня даже мурашки побежали. Удивительно. Да, неожиданный финал, за это я его очень люблю. Классное стихотворение. Аня, благодарю тебя искренне за беседу. Я надеюсь, те, кто услышит, они теперь знают, куда обратиться, если у них есть потребность обсудить прочитанное или приобщиться просто к этому бездонному миру. Благодарю. Желаю процветания вашему клубу. Ссылочку оставлю. Очень приятно было с тобой поговорить. Мне тоже было очень приятно увидеться. Спасибо, что пригласила меня в свой проект. Да, спасибо тебе. Пока. Хорошего вечера. Счастливо. Пока. Пока.